Добрый день, дорогие друзья! И, конечно, сегодня хочется поговорить о тестировании аквариумной воды. Зачем это нужно, как это делать? Мы рассмотрим два простых тестирования. Это на КН, карбонатную жуткость, и на PH. Я покажу вам на живом примере, как тестируется вода, и вы поймете, что это совсем не сложно. Итак, для начала нам потребуется сам тест. Мы взяли эффективные и проверенные тесты JBL, производства Германии, и, собственно, реактив, который нам поможет определить, какая у нас карбонатная жёсткость. Карбонатная жёсткость – это параметр, отвечающий за стабильность PH в воде. Он довольно критичен при заселении в аквариуме большого количества растений и стабильных параметров PH. Поэтому KH в аквариуме – это гидрохимический параметр, который, конечно же, необходимо знать. Итак, как нам померить KH? Наливаем 5 мл в специальную ёмкость. Вот она. Налили. Добавляем капли. Ну, тут надо сказать, что этот тест не совсем обычный. Я буду добавлять по одной капле, и постепенно цвет начнёт меняться. Вот сейчас он голубой. Я добавил 2 капли. 3 капли. 4 и 5. И посмотрите, что происходит. Цвет меняется с голубого на жёлтый. Ну, вот сейчас ещё 6 капельку добавлю, и цвет изменится совсем. Я добавил 6 капель, и цвет изменился. Это означает, что KH нашей воды составляет 6 градусов. Это хороший параметр, его, в принципе, можно оставить на таком уровне, не изменять, не понижать и не повышать. Так, мы знаем параметр нашей воды – KH6. Теперь померяем pH, то есть, тислотность воды. Ну, тут надо сказать, что тислотность воды имеет значение для ваших животных довольно существенное. Дело в том, что если у вас живут американские цихлиды, то они предпочитают кислую воду. Американские цихлиды – это дискуссы, это скалярии, например. И их желательно содержать в водичке потислее. А вот если у вас живут африканские цихлиды, то, конечно, для них необходима вода щелочная. И поэтому нам необходимо понять, что же у вас, собственно, в водопроводе и в аквариуме. Добавляем также 5 мл воды. Надо сказать, что воду лучше брать, естественно, из аквариума, из разных слоев, несколько раз сполоснув, собственно, емкость в той аквариумной воде, которую вы набираете. И дальше добавляем 4 капельки реактива. Раз, два, три и четыре. Водичка начинает окрашиваться. Немножко трясем емкость. И ждем примерно минуту. Прошла минута, и водичка начинает окрашиваться, принимая нити оттенок. С помощью вот такой вот замечательной книжечки подносим баночку. И смотрим, какому цвету соответствует проведенный тест. Ну, в данном случае шкала достаточно грубая, но мы можем предположить, что pH воды у нас находится между 7 и 6,5. Наверное, ближе все-таки к 7. То есть pH нашей воды составляет 7. Водичка у нас нейтральная, что, в общем-то, для большинства рыбок является оптимальным значением. Вот для чего и как проводить тестирование воды. Это совсем не сложно. Делайте тесты сами.